Всем привет, ребят! В общем, ребят, немножко хотела с вами поболтать Что у нас в Харькове? У нас в Харькове тревоги иногда продолжаются У нас очень жарко Просто я не знаю уже сколько там градусов Наверное, все 45 Не, ну 30 с чем-то, по-моему, 37 что ли Вот, ребят, а я хочу сказать, что у нас, как вы знаете, много людей за границей сейчас находятся И самое такое, одно из главных особенностей То, что людям нужно общаться с другими людьми И с теми людьми, у которых другой язык Другое воспитание, другой менталитет Это очень сложно Я вот вспомнила историю, которую рассказывали То есть, с моей стороны, вот если я приезжаю в другую страну Как бы никто там тебя, понятно, не ждет, но тебе помогают И ты думаешь, что ты как бы не хочешь беспокоить людей лишний раз Да, вот даже если у вас там, у кого-то вы живете в семье Либо вы в отеле, либо там в том же лагере Все равно, и вы как бы хочешь вести себя как бы тише Да, по лишним вопросам не беспокоят людей То есть, то, что ты сможешь делать сам Если уж какие-то вопросы, которые ты сам не можешь решить Тогда ты идешь А вот такое, типа, поболтать Ну, можно, но как бы особо не навязываешься людям Но это как бы с моей стороны И у многих, наверное, тоже Но оказывается Слышала такую историю, женщина Я не помню, или читала я где-то статью Либо в комментариях Что она рассказывает Тоже же она спокойненько там жила у какой-то женщины Пыталась ее не беспокоить У нее своя семья, все такое Через некоторое время она попросила ее съехать Та съехала И потом та женщина написала отзыв Там какая-то организация или что-то И она написала, что вот эта вот девушка Украинка Она, типа, необщительная Странная Какая-то вот замкнутая Что-то такое Вы представляете, ребят? А девушка просто не хотела Ну, как бы беспокоить людей То есть, у каждых людей В разных странах И вообще У всех по-разному Потому что оказывается, что многие люди хотят, чтобы с ними общались Потому что даже мы, когда были в отеле Мы тоже особо Ну, старались не беспокоить людей Но оказывается Вполне возможно, что они между собой говорили Что чего они там сидят Чего они не выходят Общаться или там что-то еще Видите, вот просто разное восприятие Просто разные люди Некоторые люди общительны от природы И они бегут общаться ко всем Это тоже хорошо, блин Но Если у тебя другое восприятие Тебе нужно больше знаков Подавать Что вот Давайте пообщаемся Но я не считаю, что это плохо Потому что такой вот Тоже отзыв написать, да Что она какая-то замкнутая Странная Не общалась Не знаю И тем более В такой ситуации Как беженцы Когда страна в войне Как бы не особо там до общения Веселого Честное слово Но Сам Самый главный факт Самый главный посыл Что все люди разные И нельзя их вот так вот Под одну гребенку Вот Одни общаются хорошие Другие не общаются Они плохие Блин Надо как-то это все С пониманием относиться Но вот я Реально такая история была Просто как это понимать Ты наоборот Не хочешь навязываться людям Доставлять лишние проблемы Потому что они и так тебя приняли Они отдают тебе Не только там Свою еду Да Свой кров Они отдают тебе Своё внимание И то есть У них до тебя Была спокойно Размеренная жизнь Возможно они И хотят Чтобы она Более-менее Осталась такой же А ты бежишь К ним со своими разговорами Ну И так же тоже Как бы можно Воспринять И оказывается Во многих случаях Что это не так Что люди хотят общаться И возможно это правильно Но Осуждать тоже тех людей Которым сейчас Не особо до общения Тоже не стоит Мне кажется Но это так ребят Я с вами поболтала Интересно узнать Ваше мнение Были ли у вас Такие ситуации Потому что я знаю Что сейчас очень много Беженцев Наших За границей И Какие у вас были истории Какие у вас Были отношения С людьми Которые вас принимали Потому что В любом случае Взаимодействия Есть Потому что пока У вас не будет Своей квартиры Которую вам Предоставят Все равно Вот Семьи Многих расселяют Семьи В лагеря В отеле Все равно Там какой-то Обслуживающий персонал Либо вот Тот кто живет Допустим В доме Все равно приходится Общаться А это вы можете Не общаться Когда уже Будете жить В квартире Вот ребят Такое было Видео Просто как-то Вспомнилась Эта история Показалась Очень-очень Актуальной И интересной Так что Всем хорошего настроения Подписывайтесь на канал Чтобы не пропускать Новые видео Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok